МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомелю, студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Черное золото. Дочерная компания «Беларусьнафта» открыла новое родовище у России. По дарунок до юбилея в областной больнице усталевали новые аппараты ультрагуковой диагностики. Юная спортивная зорочка. У Гомеле стартовало першинство Беларуси по фигурным катаням. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Дочерная компания «Беларусьнафта» открыла новое родовище у России. В участок распрацовывая предприемство «Яных Пур». Богдановская родовище стала шестым поликоактивом на участку. Подробязности в наступном сюжете. Открыли богдановское родовище на старый Новый год. Сюния, но доехали 80 тонн нафты у сутки фонтанным способом. Запасы нового актива специалисты попереднее оценили у объемов от 200 до 600 тысяч тонн нафты. Определяемся с параметрами ее работы. В дальнейшем после отработки мы получим определенные результаты, будут отобраны пробы. Выйдем на период пробной эксплуатации скважины, который нам позволит в последующем вести бурение на данном объекте. Нафта зафонтановала у вынеку бурения и освоение бокового ствола сведровины на усходне в южной структуры. Яшел в 2015-м ходе специалисты вылучили я ей, як одну з перспективных. Однак, перша початкова, гэта структура не уваходила у планы геолога-разведочных работ. У компании их переглядели. Шмат учим по экономичных меркованнях. Справа у тым, что площа знаходится усяго у 150 метрах от нафта линий. Открытие богдановского родовища далось и нафтовикам. Я нахпура непросто. Сведровина, складанная по конструкции, а протяглость бокового ствола – 2365 метров. А ля бригада компании «Беларусь-Нафта-Сибирь» справилась с задачей. Запасы делятся на два пласта – U2 и U1. U1, он, скажем так, у нас находится на текущем моменте в работе. Мы с ним знакомы. Кины планируемые – это 0,4. Они приняты для подсчета извлекаемых запасов. По U2 они оцениваются как более сложные категории запасов в регионе. Тем не менее, с ними нужно работать. Нужно проектировать стволы скважин таким образом, чтобы максимально извлечь и вовлечь в разработку эти запасы тоже. Евгения Кухаронак, Настасия Кучинская, телерадио «Гомель». У юбилейный год с новыми махчимостями у Гомельской областной больницы усталевали новые аппараты ультрагуковой диагностики. Такий подарунок установят до 75-ти годзе, зарабила керауництва облвыканкама. С подробностями Евгения Кухаронак. 70 тысяч пациентов что годз вертаются за медицинской допомогой у приемное отделение Гомельской областной больницы. 36 тысяч проходят лечение. И 80% з них корыстаются послугами отделения ультрагуковой диагностики. Нагрузка значная. Высокая отказность за якость доследованию по трабой постоянного обновления обсталявания. На початок 2019 года у Гомельской областной больницы выкорастовывалось 16 аппаратов ультрагуковой диагностики. З них только 4 были молодейшие за 10 годов. Зараз, дякуюча сродкам, выделенным Гомельским областным выканавчим комитетам, закуплены 4 новые аппараты высокого и экспертного класса. Их агольный кошт склау 717 тысяч рублей. Надо сказать большое спасибо нашему председателю Гомельского областного исполнительного комитета за то внимание, которое он уделяет вообще отрасли здравоохранения, в том числе и Гомельской областной больницы. Решение этого технического вопроса. Существляется круглосуточная работа на этих аппаратах. Поэтому загрузку мы гарантируем. Использование, так сказать, в нужном направлении оборудования тоже будет так, как надо. Три аппараты усталявали непосредного отделения ультрагуковой диагностики. Четвертый – у приемным. Гэта дозволясь на самом початковым этапе знаходжения пациента у больницы обследовать его на высоком узроне. До того же новое обсталявание открывает перед диагностами и новые махчимости. За аппаратами экспертного класса врачи смогут выкрыстовывать на практице инновационную технологию – эластографию. И она применяется для ранней диагностики рака, молочной и щитоподобной залосы, так само при патологиях печени. Это новый метод исследования, который позволяет отдифференцировать и поставить заключение врача ультразвуковой диагностики именно каких-то новообразований, различных изменений структур, например, печени по типу гепатитов, циррозов. То есть различить, потому что по картинке, по Б-режиму одинаковая картинка. Как раз-таки эластометрия позволяет отграничить это, отдифференцировать. Отделение ультразвуковой диагностики в областной больнице, организованной в 1990-м годе. Починали працевать на аппаратах, отриманных по гуманитарной допомозе. С часом удоскональвалось обсталевание, з'являлись новые методики. А это обновление позволяет сделать диагностическую послугу еще больше доступной и качественной. Евгений Кухаронок, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Пиралевский сельский клуб «Библиотека Ветковского района» сегодня стал местом проведения акции «Весочка моя». Угод малой родимы для жихара у невеликой вески организовали концерт и привезли подарунок. С удельниками свято сустрелся Олег Сентюров. Веска Пиралевка находится практически на помежной территории. До границы с Россией у всего 2 километра. До районного центра ветки до речи – маль 45. Хоть одарванными жития региона, местовые жихары себе не отчувают и навык кажутся о планах поразить эти вески. Малая родима для многих в уголе понятие практичное. У якости прикладу бытовнистого новой церквы, якой в веде был и местовый жихар, а зараз белорусский предпримальник. А прощатого после капитального ремонта у Пиралевцы снова открывся клуб «Центр местового культурного життя». Минавито сюда и приехали артисты. Что тычется культурного життя, то у Малой Немковской сельском совете, на территории, якого знаходится Пиралевка, ягод мкнутся зробить максимально разностайным. Великие артисты у сельской клубы не проезжают, а не у Ветковском районе и своих талентов хопая. У Апошнича тут выходит в практику святкования Дня вёсок, особливо масштабное мероприемство у Малых Немках. Мы его обычно проурачиваем к празднику Святого Пятка и Павла. 12 июля. Но мы стараемся это сделать в выходной день, в субботу. В прошлом году у нас был День деревни, в этом году он запланирован уже на 14 июля, то есть попадает в субботу. Поэтому эти люди тоже организовывают автобус для подвоза. Они постоянно туда приезжают. Организаторы таматичного концерта «Вёсочка моя», Ветковский райвоконткам и образная организация громадского объединения «Белая Русь». А Пошня приезжает с подарунком, теннисным столом. Гэта вид спорта у вёста оказался ведьмой популярным. Уже не один год в Пиралевском клубе истнует гурток аматоров настольного гульного. Гэта шахматы, шашки, а не в первую очередь настольный теннис. Ранее займались на самородном столу. Теперь Беларусь подаровала вот такие заправные. Еще до початка концерта становится заразумело. Место у насекжидающих не хопая. Ситуацию воротовывают дотатковые кресла, какие худко устанавливают работники клуба. Шмат, кто приходит с детьми. Негде деться на непоседливость уластивую взросту. Маленькие вестковцы артису слухают уважливо. У народных ансамбля гармонистов веселые музыки на этом концерте некакий номоров. Кажут, что выступать перед земляками – заправное задовольнение. Слушатели, которые всегда ждут чего-то, особенно если гармошка где-то звучит, они всегда готовы выбежать. Если на улице, значит, они будут с нами танцевать. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Ломель», Ветковский район. Выкажи свое меркование. Областная держава-тоинспекция пропонует лотковать подземный пешеходный переход на пересечении Интернациональной улицы и проспекта Ленина. На этом скрыжевании проходят основные маршруты пассажирского транспорта. Участник интенсивности руху поинтернациональной складывает больше, как 171 к транспорту за годину у одним накерунку. А кроме того, с 2016 года там отбылся 4 ДТЗ. Один человек загинул, трое отримали ранения. Снизить колькость здоровья и размерковать транспортные потоки можно шляхом будауниства подземного перехода. Так само пропонуется поширить проездную частку с пероносом припынку Коминтерн. Выказать свое меркование об инициативе ДАИ можно до 25-го студеня. На сайте Управления внутренних справ Гомельского обл. Ваконкама альбудославший лист на электронный адрес ДАИ. Православные верники рыхтуются означать свято водохреша. В регионе подрыхтовали больше, как 40 местов для купания. Семь купелев будут открыты у Гомеля. Основные водохрешинские мероприемства разгорнутся 19-го студеня на набережные раки СОЖ. Хрестный ход и водоосвячение пройдут в районе Киевского спуску. Початок в 10.30. Обсталеванные купели будут и на пляжах Новобелецким, водоеме в районе в улице Озерной и в ротовальной станции Заходняя во урочище Шведская горка. Место для купания упадрыхтуют так само у приходах на территории храмов святого великомученика Георгия Пермагоносца и архангела Михаила. Так само в Гомельской епархии будут организованы места для купания в агрогородках Покалюбич и Новая Гута Гомельского района. Увезцы Черная Рейшинского района окунуться можно будет одразу после освящения, якое пошнется от 13-й години 18-го студеня. Сошить за беспокой будут водолазы и медики. У необстрелеванных местах окунаться заборонено. Даре же интерактивную карту местного водоохрещенских купаний опубликовала МНС Беларуси. При натиску на кропку корыстальник может убачить докладную локацию. В Гомельской центральной библиотеке с имя Герцена пройшел фестиваль «Калядные колыханки». И он собрал дельника в 7 раз. Суместный проект установки Свято-Микольского Мушинского монастыра ладится 7-й год запор. Цикавость до подеи подтверждает незменно переполненное зало. В программе классичные и сучасные колыханки от профессийных и аматорских выканавцев. У их лику церковные хоры, священники, педагоги и наученцы музычных школ, студенты и просто талиновитые музычные семьи города. Все лето в першиню на фестивале выканали песню на мове жестов. Танцуют дети, читают стихи люди разных возрастов. И в этот раз у нас будет даже исполнение колыбельной песни самой маленькой участницы Юлии Александровны. Вы увидите ее. Колыбельная кукла, она совсем маленькая девочка, но очень смелая. Кроме того, у нас есть яркие концертные номера и криминальная драма, поставленная постмодернистским театром теоретического танца «Все там будем». За семь годов у колядных колыханок склалися свои традиции. Одна з их – спевы разом с глядачами. Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи эфира. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Следственный комитет продолжает вести целенаправленную работу по уголовным делам о нераскрытых убийствах прошлых лет. На днях следователи завершили расследование об убийстве 2014 года. Недостающее звено в этом деле помогли найти эксперты. 18 октября 2014 года в Мозыре в одном из многоэтажных домов своей квартиры с явными признаками насильственной смерти был обнаружен 54-летний мужчина. При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Но следователи все же смогли установить лицо, причастное к этому убийству, когда расследовали другое преступление. В апреле прошлого года в Мозыре молодой человек, находясь в состоянии вызванным потреблением токсических веществ, без причины нанес два удара ножом в случайный прохожий и скрылся с места преступления. По подозрению в совершении особо злостного хулиганства правоохранители задержали 23-летнего жителя райцентра. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела по особо злостному хулиганству следствие отрабатывало круг общения подозреваемого. В итоге были установлены новые свидетели по убийству прошлых лет. Сотрудники Следственного комитета в тесном взаимодействии с правоохранителями и экспертами Государственного комитета судебных экспертиз возобновили работу по сбору доказательств умышленного лишения жизни мазырянина. За весь период расследования уголовного дела по убийству экспертами проведено около 50 различных экспертиз. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз при исследовании микрообъектов на изъятых вещественных доказательствах установили наличие волокон общеродовой принадлежности на предметах одежды погибшего и подозреваемого, что помогло следствию доказать, что они контактировали между собой. На основании собранных по уголовному делу доказательств следователи пришли к выводу о совершении молодым человеком убийства. В период с 17 по 18 октября 2014 года парень, находясь в состоянии вызванным потреблением токсических веществ, нанес жителю Музыря множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия. Сегодня суд Гомельского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Агрокомбинат Южный», обвиняемого в получении взятки. В начале августа прошлого года правоохранители задержали руководителя одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Гомельской области. Должностному лицу уменяется получение незаконного денежного вознаграждения за первоочередное погашение кредиторской задолженности перед двумя фирмами-поставщиками. Директор пробыл на занимаемые должности всего чуть более полугода. Руководителем Южного его назначили в январе 2018-го. Слушания по делу продлятся несколько дней. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. После полудня в Ельском районе на 27-м километре автодороги Ельск-Подгалия «Фольксваген-Пассад» померился силой и прочностью с МАЗом. 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением на закруглении дороги, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом, двигавшимся в встречном направлении. В результате столкновения пассажир «Фольксваген-Пассад», 50-летняя женщина, получила телесные повреждения и была доставлена в хирургическое отделение учреждения здравоохранения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В дивизионе А экстралиги хоккейного чемпионата Беларуси накануне состоялись два поединка. Гомель после еврокубковых баталий вернулся к делам внутреннего чемпионата. Здесь у рысей также пока не клеится. В выездном поединке против солигорского шахтера гомельчане открыли счет уже на первой минуте. Отличился Скоринов. Удерживали преимущество гости до третьего периода, в котором точные броски Шелега и Туркина принесли победу горнякам 2-1. Жлобинский «Металлург» не смог в гостях победить лидера таблицы «Юность». На старте поединка столевары дважды вели в счете, однако столичная команда отыгрывалась и даже сумела выйти вперед. Первый период остался за хозяевами 3-2. Дальше забрасывали только подопечные Михаила Захарова. Итог 6-2 в пользу «Юности». Завтра «Металлург» едет в гости к горнякам. Гомель играет с «Юностью». Женская команда гонбольного клуба «Гомель» с победы начала 2019 год. Дружина Томаса Чаттера после новогодних каникул принимала на своем паркете «Бересте». Гомельчанки победили более чем скромно – 30-24. В субботу, 19 января, в гости к Гомелю наведается «Березина». Игра пройдет во дворце игровых видов спорта. Начало в 16.00. С 21 по 27 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. На льду Минской арены выступят сильнейшие спортсмены континента. В Гомеле в эти дни соревнуются те, кому в будущем на подобных стартах представлять нашу страну. Второй тур первенства Беларуси «Звездочка» собрал 200 юных фигуристов. В том, что Беларусь принимает континентальный чемпионат по фигурному катанию, есть заслуга и Гомеля. На арене Гомельского ледового дворца прошел первый в истории страны международный турнир по фигурному катанию под эгидой Международного союза конкобежцев. Было это в 2008 году. В него спустя 11 лет Беларуси доверили проведение чемпионата Европы. Турнир «Звездочка» также зародился в Гомеле. История этих соревнований насчитывает 17 сезонов. В первых турнирах «Звездочка» принимали участие небольшое количество спортсменов. Турнир приобрел популярность большую. И поэтому он проводится у нас сейчас постоянно. С каждым годом все больше участников. Первый тур первенства Беларуси «Звездочка» прошел в ноябре в Пружанах. Гомельский этап собрал 200 спортсменов. Самое большое представительство у Минска – 80 фигуристов и Гомеля – 70. Возраст от 7 до 16 лет. Хозяева к домашнему этапу подготовились хорошо. И намерены собрать богатый медальный урожай. К данным соревнованиям мы готовились. И готовились очень серьезно, потому что республиканские соревнования – это одна из показателей работы вообще школы в целом. С нашим количеством хотим захватить хорошее количество медалей для того, чтобы попасть в финал. Кстати, счет с завоеванным медалем гомельскими фигуристами открыл Никита Гринштейн. Он занял второе место в своей возрастной категории. Завершится второй тур первенства Беларуси «Звездочка» в субботу. Лучшие спортсмены выступят в третьем финальном раунде, который состоится весной. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь-4.